Сами не летаем и другим не даём. Таким был некогда шуточный девиз войск противовоздушной обороны. Не давать летать летательным аппаратам и ракетам противника и нарушителям, действительно главная задача ПВО. Но войска противовоздушной обороны летают и сами. В их состав входит истребительная авиация. Этот истребительный авиационный полк, образованный в 1953 году, входит в состав одного из корпусов ПВО командования специального назначения. Лётчики части защищают небо России на огромном участке от Чёрного до Белого морей. Но главным их объектом, как и десятки лет назад, остаётся Москва. Сегодня в полку летают всё больше. Улучшилось финансирование, стали поступать горюче-смазочный материал. Всё больше молодых людей хотят стать лётчиками. Подготовка лётчиков за последние годы, конечно, растёт. Восемь лет те, что были до этого, не было полётов как таковых. В последнее время и количество авиационной техники растёт, количество прибывающих лейтенантов растёт. Особое внимание мы, конечно, уделяем молодым пилотам. И в этом году мы дадим этим лётчикам не менее чем 50 часов на лёд. Но с ростом интенсивности полётов возникла новая проблема, для решения которой недостаточно одних только финансовых затрат. Для возрождения отечественного военного авиастроения ВВС и авиации ПВО нужны и организационные меры. В силу того, что стало много топлива, интенсивнее стал уменьшаться ресурс. Но в связи с этим командование, главное командование, конечно, обратило на наш полк внимание. Нам заменяют самолёты с полков, перевооружающихся на модификации, на СМ. Мы уже пригнали одну машину, в перспективе ещё пять машин. То есть боеготовность полка будет, тем не менее, медленно, но уверенно расти. Несмотря на все сложности, отечественная военная авиация, в том числе и авиация ПВО, выходит из кризиса. Крылатые защитники неба были готовы к выполнению задач и в трудные 90-е годы. А сегодня их боеготовность постепенно повышается. С нашего направления можно быть спокойным. За то, что боевую задачу по охране воздушных рубежей мы выполним. Все виды неприятельских воздушных целей готовы поразить и подмосковные ракетчики. Часть, которую я возглавляю, выполняет задачи по противовоздушной обороне города-героя Москвы. Задача подготовка личного состава по призыву офицерского состава к выполнению задач, как мирного времени, это выполнение задач боевого дежурства, военное время, отражение массированных ударов противника по важным государственным объектам. То есть создание системы противовоздушной обороны. Частью торжественных мероприятий, посвященных Дню ПВО, стали демонстрационные учения в расположении гвардейского зенитно-ракетного полка. На данных учениях отрабатывали элемент совершения марша зенитно-ракетным дивизионом, отражение нападения наземного противника силами обороны колонны и выполнение задач по противовоздушной обороне на марше. То есть работал ДШК. И разворачивание техники в полевых условиях. На вооружении полка находится зенитно-ракетная система С-300 ПМУ-1, фаворит. Значит, на вооружении уже с 2001 года. Значит, это первый полк, который перешел на вооружение данной системы вооружения. Она испытана на государственных полигонах. Техника перспективная, может производить модификационные доработки. То есть мы еще способны работать по всем воздушным объектам, которые находятся сейчас, могут летать в воздухе. Выбрать в Украину и ПВ-3 и развести разведку с целью второжжения воздушного нарушителя. Надо чиповер выполнять. Субтитры делал DimaTorzok Угрозы в наши дни могут быть самыми разными. О непосредственной угрозе ракетно-ядерного удара речь, конечно, не идет. Хотя силы ПВО обязаны отразить и его. Но возможен и несанкционированный пуск ракет и террористические атаки с захватами самолета. Одна из основных задач по внесению боевого дежурства, выполнению в мирное время, это быть готовым в готовности уничтожать воздушные объекты, захваченные террористами. Тоже стоит задача по уничтожению данных объектов. То есть будет команда, будет обнаружен такой объект, подтвердится всеми степенями защиты, то есть проверки. И будет поставлено существующий командного пункта задача на уничтожение. Мы откроем огонь, если в этот момент мое подразделение будет дежурить, находиться на боевом дежурстве. Фанатики, обрекающие на гибель сотни пассажиров, должны знать. Если они откажутся посадить угнанный лайнер, он все равно не долетит до цели. Невозможность осуществления такого теракта уже сама по себе препятствует авиаугонам. С нашей стороны Москва прикрыта надежно. Появление в 60-70-х годах прошлого столетия первых образцов высокоточного оружия, которым стали оснащаться сверхзвуковые самолеты, буквально заставило полностью изменить концепцию всей противовоздушной обороны. Возникла необходимость в создании интегрированной и эшелонированной системы ПВО, которая включала бы в себя зенитно-ракетные комплексы ЗРК ближнего радиуса действия. Разработкой таких комплексов занялись в США и ведущих странах НАТО. В середине 80-х годов американскими и швейцарскими конструкторами был разработан универсальный зенитно-ракетный комплекс «АДАЦ». Он предназначен для борьбы не только с высокоскоростными низколетящими самолетами, вертолетами и беспилотными средствами разведки, но и наземными бронированными целями. Боевой расчет – три человека – командир, оператор и механик-водитель. Модульная конструкция комплекса позволяет монтировать его на гусеничных или колесных машинах. Твердотопливная ракета, благодаря высокой скорости полета, может поражать подвижные цели, видимые в течение короткого промежутка времени. В ракете применена аккумулятивно-осколочная боевая часть, способная пробивать броню толщиной до 900 мм. РЛС-комплекса, работающая как на месте, так и во время движения, в состоянии обнаружить самолеты и вертолеты на дальностях до 24 км, летящие на высотах до 6 км. В зависимости от рельефа местности, наземные бронированные цели она засекает на дальности до 6 км. В начале 70-х годов специалисты Франции и ФРГ совместно разработали ЗРК «Роланд». Он предназначался для борьбы с воздушными средствами противника на дальности до 6 км, при высоте полета в пределах 3 км. В едином узле на пусковой установке размещены РЛС-обнаружение воздушных целей, дальность действия 15-18 км, РЛС-сопровождение цели, оптический прицел, ЭВМ-системы наведения и две автоматически управляемые направляющие, на которых размещено по одной ракете. Внутри установки находятся два барабана, каждый с четырьмя ракетами, источник электроэнергии, пульт управления пуском и аппаратура контроля. Боевая масса установки около 33 тонн, экипаж 3 человека. С учетом времени на перезаряжение и подготовку пуска последующей ракеты, темп стрельбы ЗРК «Роланд» составляет два выстрела в минуту. В середине 60-х годов в Великобритании появился зенитно-ракетный комплекс «Рапира». Он предназначался для полуавтоматической стрельбы по самолетам, летящим со скоростью до 340 метров в секунду, на дальностях от полутора до девяти километров, в диапазоне высот до трех километров. Боевые средства ЗРК размещаются на двух агрегатах – на одноосном полуприцепе, буксируемом автомобилем, и в переносном пульте управления, который переводится в кузове этого же автомобиля. Комплекс снабжен источником электропитания, который также транспортируется на полуприцепе. В 90-х годах ЗРК «Рапира» подвергся глубокой модернизации и для армии Великобритании получил индекс 2000. Экспортный же вариант был назван «Джернос». Практически одновременно с модернизацией «Рапиры» в Великобритании принимается на вооружение ЗРК «Старстрик». Комплекс разработан в трех вариантах – переносного ЗРК, на основе легкой многозарядной пусковой установки и самоходного на бронированном шасси. Последний предназначен для обеспечения ПВО бронетанковых частей. Все варианты комплекса используют единую ракету, которая находится в унифицированном транспортном контейнере. Ее отличительной особенностью является оригинальная боевая часть, которая представляет из себя три стреловидных копья. Каждое копье имеет свой контур управления и наведения по лазерному лучу. После разведения копья выстраиваются в треугольный боевой порядок вокруг луча. За счет высокой скорости полета копье пробивает корпус цели, а затем взрывается внутри нее, нанося максимальный ущерб. Разработкой зенитно-ракетных комплексов занимались и в Советском Союзе. СССР – пионер в разработке переносных зенитно-ракетных комплексов – ПЗРК, первым из которых стал комплекс «Стрела», поступивший на вооружение Советской Армии в начале 70-х. Спустя десятилетия появился более совершенный ПЗРК «Игла», разработанный Коломнинским КБ. Позднее специально для «Иглы» была разработана опорно-пусковая установка «Джигит». Эта установка может работать в любое время суток, использовать внешнее предварительное целеуказание, опознавать летящий объект по типу «Свой-Чужой». Она не имеет аналога в мире по способности ввести залповые пуски зенитных ракет. При таком пуске вероятность поражения цели возрастает в среднем в полтора раза. ЗРК «Игла» экспортировался за рубеж и широко применялся в локальных конфликтах. По имеющимся данным, основные потери авиации союзника в войне в Персидском заливе в 1991 году связаны именно с применением иракцами переносных зенитно-ракетных комплексов. В ходе обеих чеченских компаний от собственных игл и стрел пострадала и российская армия. В 21 веке мобильные и переносные зенитно-ракетные комплексы по-прежнему остаются одним из наиболее эффективных средств борьбы с воздушными целями. Редактор субтитров А.Семкин